Центральным событием градостроительного совета сегодня стало решение губернатора по объекту на улице Луначарского. Инвесторы предлагали реализовать проект, который предполагал строительство многоуровневого подземного паркинга с элементами торгово-развлекательного центра. Только вот в итоге вопрос даже не дошел до обсуждения. С учетом общественной дискуссии, которая развернулась в городе после того, как этот проект был заявлен в рамках особоэкономической зоны, с учетом позиции Черноморского флота, с учетом позиции законодательного собрания части депутатов, законодательного собрания города Севастополя, мной принято решение об отказе от реализации этого проекта. Соответственно, обсуждать его сегодня смысла не имеет. Договор о аренде участка будет расторгнут. Для инвесторов будут предложены другие площадки инвестиционные для реализации проекта в городе Севастополе. По сути, проект отвергли на первой же стадии, когда идею только предложили рассмотреть на градостроительном совете, в социальных сетях горожане стали бурно ее обсуждать, высказываясь против такого объекта в центре города. Да и штаб флота тоже был не в восторге от такого вероятного соседства. Я лично очень благодарна губернатору, который принял совершенно правильное Соломоново решение. Парковки в данном месте, в том виде, в котором она задумана, быть не может. Выровнять там площадку, заасфальтировать ее, разрешить ставить машины, если там не будет какое-то другое решение принято, ну, например, в обустройстве зеленой зоны. Это, наверное, бы все поддержали. А строить многоуровневую парковку, да еще с торгово-развлекательным центром, это, конечно, совершенно для нее, для такого объекта не место. Руководство города не отвергает того, что Севастополь нуждается в многоуровневых паркингах. Но это должны быть перехватывающие парковки, чтобы автомобилист мог оставить машину и легко добраться до центра общественным транспортом. Абсолютное большинство севастопольцев говорит о том, что размещение подобного объекта возле штаба флота на конкретной территории не предоставляется возможным. Поэтому Михаил Владимирович принял абсолютно правильное решение, прислушившись к мнению севастопольцев. И я со своей стороны, как глава района, полностью это решение поддерживаю. Договор аренды участков расторгнут, а инвесторам будут предложены другие площадки для реализации проекта в городе. Губернатор также добавил, что по данной территории продолжается обсуждение, чтобы участок стал частью комфортной городской среды. Еще один проект, представленный на градостроительном совете, это возведение жилых домов на улице Колобова. Три дома на 260 квартир с подземным паркингом и торговым центром. Однако идею еще одного ТЦ губернатор не одобрил и предложил условия. Инвестировать застройщику в социальные объекты, так как школы и детские сады уже в дефиците в этом микрорайоне. Рекомендуем застройщику от рекомендации городостроительного совета, вы сюда к нам не в последний раз приходите, очевидно, когда работаете в городе, пересмотреть подход, связанный с торговым центром, и заменить его на социальный объект, ну как минимум, ну как бы, самый востребованный в данном контексте будет это совмещенный комбинированный садик со школой, который обеспечит и жителей нового микрорайона, и может быть даже и жителей близлежащих домов. Инвесторов отправили на архитектурный совет дорабатывать внешность проекта, транспортную развязку и пересчитать электрические мощности. На совете обсудили и разработку плана жилого комплекса на седьмом километре с социальной инфраструктурой и пешеходным бульваром. Проект подразумевает строительство жилья для учителей и медиков. Пальнаколь, Деливер Меджитов, Новости Севастополя.